всем привет друзья вы на канале крым онлайн и сегодня я хочу прогуляться с вами по очень исторической улице города ялта это улица свердова приготовьтесь будет много историй фактов и очень интересно а мы отправляемся на экскурсию каждый из вас я уверен проезжал по этой развилке налево у нас в ялту в центр на автовокзал направо туда вдали это у нас город симферополь все вы въезжаете здесь но чуть-чуть рядом с основной улицей проходит улица свердова одна из самых исторических улиц города тут вы тоже видите есть варианты жилья которая сдается как часто мы любим ходить и звонить по этим телефонам но для вас мы создали специально сайт крым онлайн на котором есть вся эта информация про республику крым про жилье про город ялта и про его историю ну а мы с вами отправляемся нас ждет прекрасная погода прекрасная прогулка как видите остановка свердова 88 это конечная остановка на улице свердова ну а мы идем вниз отправимся с вами в увлекательное путешествие по улице свердова в ялте улица является свидетелем многих исторических событий и архитектурных трансформаций наша экскурсия займет у нас около полу часа мы спустимся с вами к самому центру города прогуляемся ну и посмотрим на эту улицу видите в ялте уже все цветет деревья распускаются у нас сегодня нету солнца но вчера и позавчера погода была супер погода была солнечная как вы можете наблюдать идем и параллельно основной улице юбыша вот она внизу проходит дорога это по которой вы едете на автовокзал но мы с вами пойдем вниз там за поворотом нас ждет много интересных зданий красивых зданий старых зданий имеющих большое значение для города зданий в общем не переключайте присаживайтесь поудобнее я хочу показать вам историю этой улице вон там вдалеке как вы видите это строится новый поселок там раньше был пустырь ничего не было но ялта активно застраивается может быть там прикольно иметь домик хотя пока общественный транспорт туда не ходит там жить наверное удобно только если на своем автомобиле ну а отсюда там далеке находится поселок васильевка тоже кусочек ялты тоже застраивается как вы видите много домов ялта разрастается раньше численность была 60 70 тысяч человек сейчас переваливает за 100 но вот отсюда хорошо видно васильевка вот эта вот часть это поселок васильевка тут совсем старое общежитие когда-то она была общежитие сейчас тоже все покупай частные лица и сделали себе из общежития квартиры кому сколько удалось выкупить видите как любят говорить курять курятнички пристроечки ну а куда деваться людям семьи разрастаются становятся больше а жить то где-то приходится где-то нужно кстати здесь если вы поедете есть очень дорогой хороший хостел партнер нашего проекта нашего клуба кто не знал мы создаем клуб клуб называется крым онлайн у клуба у каждого участника нашего клуба есть своя карта со своим особым номером и по этой карте вы можете приходить к нашим партнерам и получать особые условия вот данном случае видите впереди вот написано good hostel это хостел который является нашим партнером если вы к нему придете по нашей карте то получите скидку по моему 10 процентов на заселение то есть если бы вы там заплатили к примеру по 1000 рублей за 10 дней 10 тысяч то с нашей карты вы заплатите на тысячу меньше мы стараемся сделать для вас отдых комфортнее вот кому интересно можете номер записать good hostel вот это партнер нашей карты это по моему 51 53 дома номера дымов здесь вот большое здание эгоист это по моему свердово 48 да точно видите он написано свердово 48 этому кстати тоже историческое здание не буду точно говорить не знаю но исторически у нас воде ниже начинаются это более новые здания но тем не менее вот у нас уже слива смотрите цветет во всю скоро будем кушать дикую сливу как мы привыкли это в ялте идешь по улицам у тебя фрукты растут сливы абрикосы а он смотрите покрышках люди сделали клумбу и высадили кактус то есть у нас кактусы цветут просто даже на улицах эта улица свердово и здесь мы видим кактусы так ошибся я с номером нет смотрите а восемьдесят третий дом это восемьдесят третий вон адресный аншлаг улица свердово номер восемьдесят и а вот эгоист все правильно я сказал номер 48 но это уже та часть верхней улице которая достраивалась в период современности ну а там ниже там конечно есть совсем совсем старинные здания когда мы с вами подойдем к ним я обязательно вам покажу их пока мы идем расскажу немножко истории улица свердово на изначально называлась совсем не так изначально она называлась улица почтовая и было одно из первых улиц проложенных ялте ее история началась 19 веке когда она стала важной транспортной артерией соединяющий центр города с портом улица почтовая как она раньше называлась и важность ее пути доставки почты имела критическое значение для города то есть здесь как основная улица по которой можно было добраться в центр и в порт основная артерия ялты была на тот момент эта улица сегодня улица свердова в начале 20 века она получила название симферопольская подчеркивая связь ялты с крупным административным центром крыма помните когда мы в самом начале нашего видеоролика стояли на трассе она выходит именно на главную объездную симферополь севастополь верно поэтому она и была связующей кстати обращу ваше внимание смотрите еще какие низкие арки вот мой рост вот мой рост и то есть я уже здесь не прохожу это совсем все старое и здесь кстати это вот улица свердова 44 это наверное историческое здание конечно уже потропанное но историческое сейчас покажу здесь такие отметки видел вот видите тротуар смотрите это я не знаю сколько но раньше здесь видимо был тротуар вот одно из старых зданий смотрите еще бетонная кладка такая такие вот дверь старые старые сколько же ним лет этим дверям интересно уже даже смотрите перекосила как верхнюю формуга это обалдеть или она была так изначально смотрите труба также проложена ну в общем это старое здание а вот это эгоист тут он еще даже продается что-то не очень хотят от люди покупать квартиры но тем не менее мы идем с вами с конца улицы потому что я живу недалеко и мы пошли получается сверху вниз хотя можно было подниматься снизу вверх современное название улицы в честь якобы михайловича свердлова видного российского революционера и советского политического деятеля было название присвоено в период советской власти улица свердлова проходит от улицы рузвельта до южно-бережного шоссе является одной из первых улиц заложенных в исторической части ялты ее протяженность и расположение делает ее ключевой транспортной артерии как я вам говорил с течением времени улица потерпела много изменений но всегда сохраняла свое значение как центральная ось ялты по этой улице до самого центра можно дойти минутах наверное за 15 ну 20 если совсем не спеша сейчас здесь немного людей в основном ездят машины но ранее здесь кипела жизнь сейчас вот там вот мы зайдем с вами во двор улицы свердлова и покажу там вообще старые старые классные здания есть название улицы неоднократно менялась со сменой властью менялась и улица название точнее улицы но улица свердлова прижилась и так называется уже давно это дом архитектора вегенера построены по собственному проекту оскаром эмильевичем в 1903 году сейчас это улица свердлова номер 38 находится она северной части макдвиновского парка ведь часть улицы свердлова это большой парк немножко ниже мы однозначно к нему спустимся я вам отмечу его считается что оскар вегенер прибыл в ялту в 1893 году для участия в строительстве массандровского дворца когда архитектор приобрел участок под застройку в хорошей пустоши в одном из наших видео я рассказывал почему именно хорошая пустошь будет интересно посмотрите видео про историческую ялту по и проектирование и строительстве архитектор дал волю фантазии размещенные на фасаде два вензеля монограммы с немецкими буквами о и w первые буквы своего имени и фамилия оскаром вегенером металлический герб на балконной решетке с изображением треугольника циркуля линейкой и транспортира некоторые усматривают в нем масонскую символику а что видите вы в этом напишите в комментариях очень интересно ваше мнение еще ниже мы с вами увидим особняков чинникова дворец мардвиновых кстати мы снимали и попали в минуты и дворца кому будет интересно на нашем канале обязательно посмотрите видео про дворец мардвиново прогуливаясь по улице свердорова в ялте вы встретите множество исторических значимых зданий каждая из них внесло свой вклад в развитие ялты историю формирование как города курорта далее пойдем дворцу графа мардвиново конечно не сможем зайти внутрь но кому интересно на нашем сайте вы найдете дворец и его территорию в полной съемке полного видео поэтому попутешествуйте по нашему каналу можете попутешествовать по нашему сайту в разделе достопримечательности мы прикрепляем каждой достопримечательности видеоролик который снимаем чтобы вы могли легко и просто находить ту информацию которую в данный момент ищите там у нас территория парка министерства обороны это мы с вами как-нибудь прогуляемся у нас кстати тоже есть небольшие видео как мы проходили через этот парк ну вот сейчас там много покупали много поделили и часть исторических зданий она принадлежит разным людям по этой улице есть одна экскурсия с экскурсоводом кстати ее можно тоже приобрести купить экскурсию на нашем сайте и небольшой группой прогуляться по нашему маршруту по исторической части ялты зайти на мемориал посмотреть его в общем посмотрите наш канал уверяю вам будет очень интересно а больше информации про свердова я подготовлю в статье статья которую мы разместим на сайте посвященная этой улице свердова она достойна целой отдельной выделенной статьи и мы обязательно ее напишем материала про улицу я собрал уже очень много еще немного все это укомпаную но и статья появится у нас на сайте буду надеяться вы ее прочитаете здесь вот вход в парк уже первый посетитель ты ждешь автобус у ты красивый кот утка 109 кому интересно можете посмотреть расписание кто едет не на машине вот как она едет ее маршрут расписание пойдем дальше смотреть и снимать улицу свердова в ялте у нас смотрите все в зелени и дешеве все зеленое по моему автобусный парк был санаторий министерства обороны сейчас чуть дальше покажу находится штраф площадка кстати очень важный момент у того кого эвакуирует машину штраф площадка находится на улице свердова мы будем с вами проходить увидим поэтому передум потому что часто возникает вопрос когда эвакуирует автомобиль куда они его везут они его везут на улице свердова наверное метров через 50 напротив бывшего гестапо которое мы мечтаем попасть но никак не доберемся до него находится штрафплощадка и кстати для вашего внимания вот там вот виднеется бывшее здание дача летчиц поэтому кому интересно там тоже очень красиво оно старое вроде бы его делают исторической ценностью историческим зданием но состояние оно конечно упадочном мы снимали видеоролик но толком нету информации про это и мы его не выложили но тем не менее вот это здание можете посмотреть можете почитать все что о нем конечно на сегодняшний момент известно это что это бывшая дача летчица ну а вот кстати за эти сеткой затянута там вот штрафплощадка вон там паркуют ваши машины там въезд затянули они это сеткой типа чтобы видно не было но вот если приедете вам вот туда ну а вот тут вот у нас бывшее здание гестапо мечтаем туда пробраться не хватает сейчас времени очень много работы но очень хочется залезть туда вовнутрь сейчас вроде бы нет хозяев непонятно кому она принадлежит ну очень манит она нас с валентиной я надеюсь в 2024 году кстати тут установка мы обязательно туда попадем если его не отдадут в частную собственность пока оно видите в упадочном состоянии там двери и окна туда провозят люди но вот у нас руки не доходят туда забраться раньше это было бывшая гестапо пацаны привет передают и пацанам респект и уважуха наши защитники поехали красавцы пацаны везет благодаря таким ребятам мы с вами можем гулять и любоваться улицами свердова смотреть экскурсию вот это вот здание обязательно туда попадем ну а справа мы проходим еще парк министерства он очень большой вот там вот дальше это проходная будет и чуть ниже там есть столовая большая очень столовая на 900 мест посадочных тоже кстати есть видеоролик у нас про это здание поэтому кому интересно можете посмотреть а тут кстати сейчас улица перекрыта там произошел обвал дороги я этого еще не видел потому что мы ездим по юбыша в объезд ну очень давно здесь кстати перекрыта дорога там произошел какой-то обвал и мы с вами это увидим я не знаю блогеров никого это не видел ну кто снимал это место наверное никто не живет здесь поблизости поэтому не снимают хотя может я и ошибаюсь но мы с вами сейчас эту картину все увидим вот тут вход были ворота а вон там вот двоец Макдвинова здесь кстати еще и остановка есть вот здесь две маршрутки ходят то есть здесь 14 ходит и 109 как я вижу мы направляемся нам совсем чуть-чуть осталось до города мы подходим к финальной части нашей прогулки ну а вон двоец Макдвинова кому интересно обязательно загляните на наш канал поищите на ютубе этот ролик потому что там можно посмотреть как выглядит двоец внутри это сделать очень нужно этому очень классно о я вижу убираю территорию а я не знаю смотрите начали забивать окна смотрите забили слушайте слушайте что это происходит здесь он какой-то рабочий чистят территорию так все побоили почистили обалдеть может его и приведут в чувство ну вот мы везде там были еще там на верху я помню коптера можно было запускать у нас тогда был мы его запускали но я удивлен какие-то работники и очень все чистят кусты подстригают слушайте может быть оживят они деятельность дворца мне кажется он не менее красивый чем другие дворцы юго-берега и сюда можно было водить экскурсии ну а мы уже доходим до Ялты у нас известный журналист ответственный гражданин где ж мы могли с вами еще ну может быть вы сейчас пишите пишу или нет ну а как да два часа у меня автобус борется Сергей Александрович постоянно с такими вот постройками активный гражданин нашего города сардыка Сергей Александрович кому будет интересно можете посмотреть он свой канал тоже ведет но вот видите он неравнодушный к этому всему и я согласен с ним что такое здание не должно стоять оно стоит уже много лет но мы не можем на это повлиять ну а Сергей Александрович руки не опускает с этим борется и я думаю что у него может все и получится его или узаконят или снесут это здание боитесь за снос да Сергей Александрович да нет чтоб хотя бы обороты были закрыты чтоб детям залезли ну конечно вот я же говорю активная жизненная позиция Сергей Александрович молодец тоже его заинтересовал обвал сейчас мы пойдем вместе посмотрим это все дело потому что вот меня интересует почему так долго никто не реагирует и не чинят нам ничего по факту улица заблокирована и пройти по ней проехать невозможно я не знаю почему я не вижу прям грандиозного что-то но этот обвал уже наверное месяца полтора месяца полтора никто не берется за его восстановление я не знаю опасно ли это дело здесь ходить или нет ну вот туда ушел ушла дорога видите вот такое вот произошло но тем не менее то есть два месяца на это никто почему-то не реагирует то есть маршрутки здесь не ходят маршрутки объезжают все вынуждены теперь путешествовать по другой улице ну а администрация ялты почему-то не хочет на это реагировать забросали так мешочками все но так вот конечно обидно долго долго все это происходит и почему-то не делают администрация ялты может отпишитесь скажите почему почему так долго бюджета не хватает или налогоплательщиков ялты мало понятно ну а мы с вами пойдем дальше а вот типография моя боль старая есть три минуты да ну сейчас быстро быстро пошли туда хочу добавить важный момент здесь раньше находилась типография называлась она тавая вот мы Сергею Александровичем встретились он говорит давай пойдем туда посмотрим что к чему мол она разваленная сейчас ну а раньше было градообразующее предприятие вот как раз на улице свердова сейчас мы с вами это все посмотрим так сейчас я быстро тоже скажу чтобы друг друга не летали угу а вот с улицы свердова многие ялтцы вот тут нам таваида Сергей Александрович поправил типография таваида называется и вот сегодня здесь вот такое вот найду фотографии типографии покажу вам как это было ну классно здесь было раньше а сейчас к сожалению вот такая разруха представляете сколько печаталось сколько здесь было рабочих мест ну а сейчас вот такой развал обидно ну пойдем дальше здесь 7 этажей здания было 7 этажей здания да это специально для типографии они же не могли ничего с ним сделать это чисто для типографии то есть бетонные стены вот это все ну вот жуть ну вот Сергей Александрович печатался здесь все знает он говорит 7 этажей представляете здание было найду фотку обязательно прикреплю оно имеет значение к этой улице к нашей свердово поэтому обязательно покажу вам ну а сейчас как я вижу здесь кашекан сделал столовую ну тоже братьев наших меньших подка ну срач конечно неимоверная ну ладно отправимся можно не упасть наверное вот тут лучше для Сергея Александровича это прям воспоминание истории его молодости наша прогулка по улице свердово подходит к своему финальному завершению ну а тут вот вроде бы адрес свердово 31 хочу отметить такую картину вот смотрите здесь старое историческое здание и оно поделено между двумя хозяевами одно в состоянии отлично а одно в состоянии убогость не знаю почему так не знаю историю этого здания хотя очень искал ничего не нашел как собственно и про типографию Италия тоже не нашел никакого материала ну друзья хочу поблагодарить каждого за просмотр этого видеоролика если вам нравится то что мы делаем если вы хотите чтобы наши видеоролики выходили чаще можете поддержать нас по номеру этой карты ваша поддержка нам сейчас необходима благодаря вам мы продолжаем делать проект Крым Онлайн благодаря вам мы можем снимать видеоролики путешествовать и делать Крым лучше спасибо каждого кто нас поддерживает спасибо каждого кто нас поддержит я надеюсь со временем нас станет больше ну а вы пишите ваши пламенные комментарии подписывайтесь на наш канал ну и конечно же не забывайте нас поддерживать номер карты на ваших экранах ну а я дорогие друзья на этой прекрасной ноте с вами прощаюсь с вами был Антон команда крым онлайн от валентины вам большой большой привет она с вероникой и не может присоединиться к нам но мысленно она всегда с нами ну что друзья я не говорю вам до свидания я говорю вам до новых встреч пока пока до новых встреч пока